Добрый день, дорогие друзья! В студии Юлии Севера я жду ваших звонков, задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Ну и, конечно, ждите розыгрыша призов. Я тем временем представлю наших сегодняшних гостей и расскажу, о чем же сегодня будем с вами общаться. Итак, у нас сегодня представители молодежного правительства Самарской области в лице Сергея Бурцева, председатель третьего созыва молодежного правительства. Здравствуйте! Здравствуйте. Алексей Трансов, член молодежного правительства Самарской области, тоже третий созыв. Здравствуйте, Алексей. Андрей Вдовин, главный специалист департамента по делам молодежи Самарской области. Здравствуйте, Андрей. Ну и рядышком со мной расположился Максим Трейтман, тоже член молодежного правительства Самарской области, третий созыв. Здравствуйте, Максим. Собственно говоря, рассказывайте, зачем пожаловали к нам в эфир. Рассказывайте, в первую очередь хочется с такого вопроса начать. Начался Новый год, начался 2015, и за это время, я так понимаю, за существование молодежного правительства сделано очень много. Как раз наверняка подводили итоги какие-то внутри, подводил, может быть, каждый свой итог личного вклада. Что хотели бы сказать именно по итогам работы? Ну, итоги мы подвели не только благодаря Новому году. Молодежное правительство Самарской области, это такой совещательный консультативный орган при правительстве губернатора региона, и он обладает такой характеристикой, как срок полномочий. Срок полномочий молодежного правительства составляет два года, и вот третий состав молодежного правительства был утвержден постановлением правительства Самарской области 12 февраля 2013 года. Таким образом, 12 февраля 2015 года срок полномочий действующего состава молодежного правительства истек, и, соответственно, мы отчитались перед молодежью Самарской губернии, перед органами власти о проделанной работе. 11 февраля у нас было большое расширенное заседание молодежного правительства, на котором мы, собственно говоря, посмотрели, проанализировали, оценили, что удалось, что не удалось сделать за эти два года. Был представлен большой доклад, отчет о работе молодежного правительства, и вот в целом по результате заседания работа была признана удовлетворительной молодежного правительства. Если рассказать поконкретнее, то всю деятельность молодежного правительства можно разделить на некую экспертно-аналитическую деятельность, это работа по внесению изменений, поправок, предложений, учета мнения молодежи при принятии управленческих решений правительством Самарской области, органами исполнительной власти Самарской области. Это такое первое большое направление. Второе большое направление – это проектная работа молодежного правительства, это реализация конкретных, социально значимых, интересных для молодежи проектов на территории Самарского региона. Третье направление работы – это, безусловно, формирование обучения кадрового резерва для правительства Самарской области. Ни для кого не секрет, это является одной из ключевых целей и задач деятельности молодежного правительства. Это некая такая школа для государственной службы. И, соответственно, вот по всем этим направлениям деятельности у молодежного правительства есть определенные успехи. Наверное, очень важное направление, которое я хотел бы сказать, это то, что за вот эти два года молодежному правительству Самарской области удалось наладить постоянный тесный диалог между молодежью и правительством Самарской области. Соответственно, молодежное правительство смогло на постоянном режиме доносить ключевые проблемы, идеи, интересы молодежи до различных органов исполнительной власти. Посредством чего это получалось сделать, в первую очередь? В первую очередь, посредством того, что члены молодежного правительства принимают участие и входят в огромное количество консультативных и совещательных советов, коллегий при органах исполнительной власти. Это и совет губернатора по вопросам ЖКХ, это и совет при губернаторе по вопросам транспорта, и совет при губернаторе по вопросам стратегического развития всей Самарской области. Это и коллегии, Министерство образования и науки Самарской области, Министерство культуры, Общественный совет по транспорту. Посредством этих механизмов удается доносить интересы молодежи. И здесь мне бы хотелось отметить, что вот эта оценка, что это направление работы молодежным правительствам удалось, оно не только наша субъективная оценка. В 2014 году Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации, это федеральная структура со штаб-квартирой в Москве, которая объединяет все молодежные правительства Российской Федерации. Ежегодно она составляет рейтинг молодежных правительств всех регионов. Два года подряд, в 2013 и в 2014 году, молодежное правительство Самарской области входит в топ-10 лучших молодежных правительств всей Российской Федерации. А в 2014 году молодежное правительство Самарской области было удостоено специального приза отдельно, да, только молодежное правительство нашего региона за взаимодействие с органами исполнительной власти, за успешное налаживание работы с правительством Самарской области. Поэтому считаю, что вот это направление работы, оно очень хорошо сделано. Что касается проектного направления, я бы вот слово «ребятам» в том числе предоставил, потому что, ну, не побоюсь этого слова, более 40 различных проектов было реализовано за это время. То есть не просто внесено родное рассмотрение, а уже реализовано. Нет, это именно, я говорю именно о социальных проектах, не о проектах нормативных правых актов, да, это вот то направление, о котором я уже сказал вот в первой части своего выступления. Это именно конкретная работа. И 40 – это цифра как небольших проектов на уровне какого-то конкретного муниципального образования, так и общеобластных и даже проектов Приволжского федерального округа. Хорошо. Ребят, ну, рассказывайте о проектах, которые, собственно говоря, лежали и на ваших плечах тоже, Максим. Ну… Что успел реализовать? Реализовать, наверное, самый успешный проект – это федерального уровня, это проект добровольчества в чрезвычайных ситуациях, который реализовывался совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. И в этом году впервые на молодежном форуме «Селигер» была представлена программа обучения, программа подготовки молодежи и их дальнейшее введение и участие, привлечение к участию в ликвидации каких-то чрезвычайных ситуаций. В своем регионе или во всероссийских. Вот для меня это главный такой самый большой проект, который объединил 56 регионов Российской Федерации. И сейчас под этим крылом более тысячи молодых людей уже прошли обучение и в данный момент тоже проходят обучение, подготовку к разным родным чрезвычайным ситуациям. Ну и еще проекты. Это в сфере молодежного туризма, это походы, различные маршруты на территории Российской Федерации. Наверное, может быть, поисковые отряды? Ну, поисковые все-таки не относятся к моей деятельности. Но сейчас, к 70-летию Победы, это направление, оно как бы... Тоже будет жить. Ну, оно живет, да, оно будет развиваться. Что касается туризма, то это доступность для молодых людей. Это различные походы, сплавы, расширение их кругозора и открытие для них новых красот нашей большой страны. Страны или Самарской губернии в большей части? Ну, мы берем больше, потому что многие из молодых представителей уже знают красоты Самарского региона. Мы уже выходим за пределы. Это был приоритет вот как раз третьего созыва молодежного правительства. Выходить уже за рамки области. Что интересно про проект, который связан с помощью в устранении чрезвычайных ситуаций. Все-таки больше заинтересовался вот этим проектом молодые люди или девушки тоже есть? Ну, мне кажется, девушек даже намного больше. Да ладно, правда, то есть у нас такие смелые девушки. Смелые девушки, которые готовы бросить все и отправиться помогать людям бескорыстно и жертвуя своим временем. Готовы, готовы брать на себя тяжелое какое-то бремя физического труда. И наравне с парнями они выполняют абсолютно все работы. Ну, это здорово, да. Я бы вот хотел для наших телезрителей сделать небольшую ремарку. Специфика работы молодежного правительства заключается в том, что за каждым членом молодежного правительства закреплено конкретное направление деятельности. То есть у нас каждый член молодежного правительства отвечает за свое направление. Нет такого, что все отвечают за свое. Максим, ну, если сказать молодежным языком, хотя, согласно документам, это так не называется, поэтому мы в титрах указали все правильно, он является, ну, молодежным министром туризма Самарской области. Соответственно, вот все те проекты, которые связаны с данным направлением в широком плане, отвечает за них он. Вот Алексей, соответственно, с ним, у него тоже есть отличные примеры его работы, он является молодежным министром социально-демографической и семейной политики. Вот, соответственно, каждый член молодежного правительства, у нас всего 18, закреплен за конкретным органом исполнительной власти и курирует конкретное направление деятельности. Ну, то есть культура, медицина, образование, науки, спорт, ЖКХ, строительство. Совершенно верно. Хорошо. Алексей, рассказывайте о своих проектах, которые успели реализовать, о которых гордитесь. Ну, проектов было много. Много. Так же, как у Максима, и поэтому постараюсь покороче. Молодежное правительство действительно предоставляет достаточно большое количество возможностей для реализации подобных инициатив, именно вот в своей неформальной отрасли. Особенно для меня таким основным ключевым проектом стало создание и развитие первого в стране инклюзивного клуба добровольцев. То есть место, где ребята с различной формой инвалидности могут проявить себя, могут действовать во благо общества совершенно наравне с молодежью без инвалидности. Такого до сих пор нет нигде в стране, хотя мы уже в своей работе по этому направлению тоже перешли на федеральный уровень благодаря ассоциации волонтерских центров Российской Федерации. Других проектов тоже было очень много. Естественно, они все связаны с социально неисточенными категориями населения, инвалиды, сироты. Отдельно хотел бы выделить наш общий с Максимом Трейдманом проект. Это формирование инклюзивной делегации на форум Селигер 2014 года, где было всего лишь две инклюзивных делегации по стране. Это город Москва и Самарская область. И первый Самарский инклюзивный бал, где ребята с самыми разными формами инвалидности, в том числе большое количество девушек на колясках, могли принять совершенно полноценное участие в балах, в танцах с салонно-исторического типа. Такого тоже у нас не было. И не думаю, что если бы я не состоял в молодежной правительстве Самарской области, получилось бы сделать это сейчас или на таком столь значимом и качественном уровне. То есть так или иначе, только благодаря тому, что в правительстве поддержки, во-первых, наверняка, многих представителей, многих коллег, если можно так выразиться, такое событие состоялось? Конечно. Молодежное правительство обладает определенным количеством ресурсов для поддержки этих проектов, для какого-то экспертного мнения часто. Вот, например, сейчас у меня идет проект инклюзивной школы журналистики, где мы учим ребят с ОВЗ работать с информацией, писать пресс-релизы, работать с журналистами. И этот проект детально проходит при поддержке именно молодежной правительства Самарской области. Замечательно. Хочется обратиться к Андрею, как к представителю именно Департамента молодежи. Насколько тесная связь, насколько тесное общение с молодежным правительством и насколько помогает, наверное, молодежная политика? Насколько вы помогаете? Предскажите, пожалуйста, о имиджальной связи. Хотелось бы добавить, что в 2014 году была проведена большая работа по повышению электоральной активности молодежи, по повышению гражданского самосознания и совместно с ведущими молодежными организациями региона, молодежным правительством Самарской области были проведены еще такие мероприятия, как территория возможности выбора молодежи. Это сентябрь 2014 года проходил информационный проект, направленный на информирование молодежи о возможностях в сфере проектной деятельности, творчества, студенческого самоуправления, парламентаризма и экономики. Мероприятия прошли в крупнейших вузах региона. По тесному взаимодействию, ну, конечно, если молодежному правительству выручают отдельный приз, там, Джар года, нужно понимать, что наше молодежное правительство, пожалуй, единственное, которое принимает, ну, относительно других на уровне России, да, которое принимает участие в заседании правительства региона, правительства Самарской области. И это тоже не сразу было, то есть первый созыв, а он был организован еще в 2008 году, я тоже принимал в этом участие, пока только знакомились, да, и такого прямого участия в работе правительства Самарской области не принимали. В основном это были инициативы молодежи, их продвижение, проекты различные, вот. Но теперь перешли на более качественный уровень, и вот эти возможности, они позволяют реализовывать и другие молодежные проекты достаточно успешно. Ну, я так понимаю, что совсем скоро, точнее уже сейчас, проходит конкурс молодежного правительства. Чуть-чуть попозже об этом расскажете, кем организован, как будет проходить. Для начала хочу адресовать свой вопрос к нашим телезрителям. Если ответите верно, то получите два билета на спектакль «Планета», который состоится 26 февраля в театре «Самарская площадь». Ну, вопрос у нас из категории «Общее знание». Сколько рек вытекает из Байкала? Есть варианты ответа 336, 14, ни одной, либо же одна. 202, 11, 22. Отвечайте на этот вопрос. Сколько же рек вытекает из Байкала? Получите два билета на спектакль «Планета» 26 февраля. О конкурсе расскажите, пожалуйста. Ну, я бы хотел буквально в двух словах сейчас сказать, что 11 февраля, в соответствии с постановлением правительства Самарской области, был объявлен конкурс по формированию очередного состава молодежного правительства Самарской области. Прием заявок на конкурс будет осуществляться всего 20 дней, до 2 марта включительно. Соответственно, участие могут принимать любой молодой гражданин Самарской области. Обязательные условия – это гражданство Российской Федерации и постоянное проживание на территории Самарской области. И, безусловно, это возраст молодого человека. Он должен составлять от 18 до 25 лет включительно на момент проведения этого конкурса. Что конкретно делать об условиях, я бы хотел сказать чуть-чуть попозже. У нас еще будет ли это возможность. Я бы хотел еще добавить своих коллег в двух словах буквально. Примем звонок от нашего телезрителя и как раз расскажем о вещах, которые интересуют вас. 202-11-22, телефон прямого эфира, к нам дозвонились. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Ирина. Ирина, очень приятно. Знаете ли вы, сколько рек вытекает из Байкала? Догадываюсь. А можно еще варианты ответить? 366, ой, 336, извините, пожалуйста, 14, ни одной, либо же одна. Нет, это неверный вариант ответа, поэтому я надеюсь, что наш следующий телезритель дозвонится. Ну, минус один вариант ответа. 14, ни одной, либо же одна. 202-11-22, звоните, тогда два билета на спектакль «Планета» достанутся именно вам. В ответ к Ирине хочу сказать, что впадает как раз в Байкал как раз 336 рек. А вытекает, вот это вопрос как раз к вам. А вытекает то количество рек, которое позволяет Байкалу быть самым полноводным озером в мире. Вот так, вот хорошо. Денис дал подсказку, ой, Сергей дал подсказку. Так вот, хотелось бы еще буквально о том, что удалось сделать за эти два года. Вот Андрей начал говорить, и действительно, одним из важнейших направлений работы молодежного правительства, я считаю, направление по вовлечению молодежи, направление по формированию гражданской позиции молодежи, по повышению электоральной активности молодежи, которую ведет молодежное правительство. Потому что, на самом деле, это очень важно, когда молодой человек понимает, какие у него есть права, какие у него есть обязанности, и что он может пользоваться этими правами и, безусловно, нести обязанности. Так вот, огромным и масштабным проектом, который мы реализовывали, говорили о нем в эфире вашей передачи, в августе-октябре 2014 года, это был большой проект на повышение как раз-таки электоральной активности молодежи, селфи с избирательного участка. Проект уникальный, уникальный в России. Придуман здесь, впервые реализован, собрал непосредственных участников более 5000 человек, а аудитория проекта, то есть те ребята, которые в нем так или иначе поучаствовали, услышали информацию, составила более 100 тысяч человек. И, опять-таки, показателем, объективным успешности этого проекта является высокая оценка проекта избирательной комиссии Самарской области, которая на своем заседании отдельно рассматривала данный вопрос уже по факту реализации проекта, потому что изначально это была инициатива именно молодежи. И избирательная комиссия уже присоединилась по ходу реализации данного проекта. И, безусловно, еще одним важнейшим фактором является то, что огромное количество регионов, узнав об этом проекте, подхватили ее уже в процессе реализации. И в этом же направлении, совместно с крупнейшими молодежными организациями региона, с молодежным парламентом при ГУБДУМе, с ассоциацией профсоюзных организаций студентов, со студенческим советом Самарской области. Мы вышли уже в ноябре, не отходя долго и не ожидая, вышли с инициативой в избирательную комиссию Самарской области о формировании молодежной избирательной комиссии региона. Были поддержаны в декабре. То есть, насколько оперативно, я именно хочу пояснить, идет взаимодействие. В декабре уже избирательная комиссия области на своем заседании рассмотрела, утвердила положение молодежной избирательной комиссии. Уже в январе прошел набор, в феврале, в начале, в самом феврале, сейчас идет февраль, прошел конкурс, заседание конкурсной комиссии. И со дня на день состоится первое заседание молодежной избирательной комиссии Самарской области, выбранное на конкурс на основе из лучших представителей молодежи, который сможет вот это узкое направление, но очень важное, именно от лица молодежи начать курировать. Это, я считаю, тоже такое показательное направление работы молодежного правительства. Есть звонок у нас от телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Лариса. Лариса, очень приятно. Знаете ли вы ответ на вопрос, сколько рек вытекает из Байкала? Ну, вот я думаю, что одна. Это река Ангара. Слушайте, ну это действительно верный ответ. Я вас поздравляю. Билеты на спектакль «Планета» достаются вам. 26 февраля состоится это событие в Театре «Самарская площадь». Вы рады, Лариса? Конечно. Ну что ж, замечательно. Я вас поздравляю. Ну и будьте активны в эфире универсального формата. Тогда, быть может, на что-нибудь еще заберете билеты. Есть ли что добавить коллегам? О каких-то еще интересных проектах? Может быть, Андрей как? О проектах, конечно, да. Ну, в 2014 году успешно была проведена научно-практическая конференция молодежи. Называлась она «Будущая экономика Самарской области. Взгляд молодежи». Уникальность ее состоит в том, что участники в очном туре представляли практикующим специалистам свои доклады, которые участвуют непосредственно в решении ключевых проблем предприятий банковского сектора и социально-экономического развития региона. В партнерах были привлечены крупнейшие банки – это Сбербанк, ВТБ, Солидарность, Феобанк. И по результатам этой научно-практической конференции многие из них получили как трудоустройство, так и приглашение на стажировки в эти крупные компании. Кроме этого, были такие проекты, как был учрежден молодежный соет при Министерстве экономического развития, инвестиций и торговли. Это абсолютно инициатива молодежного правительства Самарской области. Через конкурс прошли порядка 70 молодых людей из 10 муниципальных образований. По итогам был сформирован еще один совещательный молодежный совет при органе власти. Я думаю, что... Я понимаю, что проектов очень много, реализованных вами. Обо всем, о каждом поговорить, наверное, мы не успеем даже за время нашего эфира, потому что еще необходимо рассказать о конкурсе, который объявило молодежное правительство. Конечно же, жизнь молодежи в Самарской области кипит. Вот совсем недавно буквально завершился фестиваль стемов, всероссийский фестиваль стемов, который тоже прошел с большим, огромным размахом. Я думаю, что Самарская область будет как-то сопоставляться именно с этим событием. Посмотрим сюжет об этом событии и возвращаемся в студию. Фестиваль стемов МКС-2015 с большим размахом впервые прошел в Самарской губернии. Три дня команда из разных городов бороли за звание лучшего студенческого театра эстрадных миниатюр. География участникова довольно обширна. Воронеж, Новосибирск, Москва, Самара. Чтобы не ударить грязь лицом, ребята даже последние минуты перед выступлением посвящают репетиции. У нас строй отличный, честно говоря, все великолепно готовы, все знают текст. Зрители будем удивлять скрометным юмором и, не знаю, большим количеством индустрии на хранении. Идея провести фестиваль стемов зародилась давно. Изначально организаторы, когда-то и сами завсегдатые подобные конкурсы, просто пригласили знакомые команды в свой родной город. Такого размаха и сами не ожидали. Воплотить задуманное в жизнь помог городской департамент по делам молодежи и студенческий совет Самарской области. Мы вложили в него очень много сил, души и, судя по наполняемости зала, все должно быть очень здорово. Первый всероссийский молодежный фестиваль, конкурс эстрадных миниатюр МКС-2015 состоится благодаря, в первую очередь, Самарскому государственному мирокосмическому университету, который выступает организатором, собственно, этого фестиваля. Также благодаря нашим партнерам, в числе которых Департамент по делам молодежи Самарской области, студенческий совет Самарской области, ну и привлеченные партнеры. Все хорошо, все здорово, поселили, живем, ездим, репетируем, в принципе, все замечательно, все хорошо, все как и должно быть. Победителем первого всероссийского фестиваля стемов МКС-2015 стала команда «Факториал» из Новосибирска. Второе и третье место забрали московские команды. Организаторы и участники надеются, что этот фестиваль в Самаре станет традиционным. Мы встречаем новых гостей, к нам присоединились члены молодежного правительства Самарской области, третьего созыва, Сергей, Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Как раз хочется поконкретнее поговорить о конкурсе на формирование молодежного правительства, нового состава, я так понимаю. Рассказывайте, мы узнали, что это могут принять участие люди, проживающие в Самарской области, люди до 25 лет, с 18, если не ошибаюсь. Какие еще критерии к участникам? Я в двух словах расскажу в общем и целом. Значит, хотелось бы сакцентировать внимание молодых ребят, которые нас смотрят и которые, может быть, хотят поучаствовать в данном конкурсе, что молодежное правительство, как я уже говорил ранее, работает по направлениям деятельности. Таких направлений деятельности 18, начиная от здравоохранения, образования, науки, культуры, заканчивая таким блоком, как экономическое развитие, энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, сельское хозяйство. Соответственно, когда будете готовиться, обязательно ознакомьтесь с тем направлением, которое вам наиболее интересно, по которому вы являетесь, ну, в определенной степени экспертами, может быть, учитесь на это направление, чтобы именно сконцентрироваться на том профиле, который для вас интересен. Что касается самого конкурса, как я уже сказал, он проходит с 11 февраля по 2 марта включительно. Участвовать могут молодые граждане в возрасте от 18 до 25 лет. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, надо собрать пакет документов и, соответственно, направить его двумя путями, обязательно двумя путями. Это в электронном виде на электронную почту молодежного правительства, молправ63собака.gmail.com, а печатную версию привести к нашему партнеру, к нашему большому другу, это муниципально-бюджетное учреждение города, Самарский дом молодежи, который нам помогает именно в плане сбора печатных заявок. Что входит вот в эту заявку, это самое важное. Есть несколько формальных документов, которые необходимы. Это письменное заявление на имя рукодель департамента по делам молодежи Владислава Владимировича Рихачева. Соответственно, форма заявления, форма анкеты, вообще форма всех документов, о которых я буду говорить дальше, расположены в свободном доступе в нашей официальной группе в социальной сети ВКонтакте. Группа звучит как vk.com.molprav63, очень легко находится и в поисковике, и по введению конкретного названия. Соответственно, какие формальные документы? Это личное заявление, это справка с места учебы или с места работы, если молодой человек учится или работает, если нет, то, соответственно, нет. Это копия документа об образовании, если она имеется уже. Это документ, подтверждающий участие членства в какой-либо общественной организации, если, соответственно, тоже молодой человек является членом какой-то общественной организации. Это вот формальные такие документы. Но мне бы хотелось поподробнее рассказать о документах, которые необходимы именно конкурсной комиссии, чтобы отобрать лучших претендентов. Первый такой документ – это письменная работа. Что такое письменная работа? Письменная работа – это некий проект, с которым молодой человек приходит в молодежное правительство по своему профилю, по своему направлению. То есть необходимо, опять же, выбрать направление деятельности, а потом уже составится какая-то письменная работа. Да, письменный проект. Чуть подробнее мы тоже обсудим. Это видеопрезентация. Это анкета кандидатов в члены молодежного правительства. Опять-таки ее можно скачать. Она необходима для того, чтобы конкурсная комиссия сформировала полный объективный взгляд на кандидатов в члены молодежного правительства. Это план работы в случае избрания члена молодежного правительства. Обязательно конкурсной комиссии необходимо понимать, с чем человек идет в молодежное правительство. Этот план должен быть хотя бы на ближайшие полгода, то есть в краткосрочной перспективе. И, безусловно, необходимо все это дополнить при наличии дипломами, рекомендательными письмами, грамотными сертификатами, теми документами, которые характеризуют вас как... Которые могут перевесить чашу весов. Совершенно верно. У меня к вашим коллегам, собственно говоря, вопрос. Я так понимаю, что вы уже были на первой встрече, первые встречи состоялись. Анастасия, рассказывайте, как приняли, заинтересовались? Мне хорошо вообще было очень интересно, в плане того, что я не ожидала такого количества заинтересованных молодых людей, уже с готовыми идеями, проектами, которым остался вот один шажок, это помощь правительства, какие-то ресурсы, рычаги, которыми они могли реализовать свои идеи. Вообще, ребят было много, вопросов было очень много. То есть, каждый... Не было такого, я проводила встречу в своем вузе профильном, в строительном, но мало кто собирался именно по строительству, всех интересуют и другие профильные направления, там, здравоохранение, лесное хозяйство, даже сегодня было такое узкое направление. Ребята спрашивают, ребята узнают, им интересно в основном, чем занимаются, большая ли нагрузка, постоянно ли нужно там находиться, какие вообще, какие полномочия мы обладаем, сколько срок нашей службы, так сказать. Ну, вообще, какие-то такие вопросы, на которые было интересно отвечать, видно, что ребятам интересно. Интересно. Я уверена, что я их увижу еще на очном даже этапе. Сергей, есть что добавить? В принципе, Анастасия все сказала, люди заинтересованы, это очень важно. Если в прошлом году на очном, до очного этапа дошли около 80 человек, мне кажется, в этот раз уже будет их гораздо больше, потому что молодежное правительство стало более узнаваемым, потому что проекты, которые оно реализует, они распространяются на молодежь, и люди хотят тоже попробовать принять в этом участие. Да, и приятно было осознавать, что ребята знают о молодежном правительстве. Мне кажется, это наша заслуга нашего созыва и предыдущих созывов о том, что мы как раз... Делали так, чтобы они знали, чтобы хотели попасть в эту структуру. И чтобы понимали, что это действительно действенный орган, который не просто существует формально, а который работает, который воплощает какие-то проекты в жизнь. Я думаю, что инициативным людям как раз хочется стать частью именно правительства. Тоже, я думаю, вот можно дать ребятам возможность. Анастасия, она отвечает у нас за отрасль строительства, за направление строительства. Ух ты, как Анастасия не ожидала от вас. Думала, может, культура за вашими плечами. Соответственно, Сергей у нас отвечает за такую очень напряженную в социальном плане отрасль. Это жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика. Я думаю, что ребят тоже есть в плане их впечатления от работы в молодежном правительстве. Что сказать? Конечно, есть. Я могу по своей сфере сказать, что строительство сфера узкая, сфера тяжелая. И она, как никто другой, не направлена на молодежную политику. То есть, когда я пришла, мало думаю о молодежи, больше о проблемах, дольщиков и так далее. Но сейчас воспринимают хорошо, они готовы сотрудничать. И даже сдвиг был в том, что когда ты приходишь в министерство, одно дело, если у тебя есть проект, и без молодежного правительства тебе его будет тяжеловато реализовать. Там, например, есть какой-то конкурс, в жюри которого ты хочешь видеть глав больших предприятий. Если ты придешь просто так, тебя даже на порог, можно сказать, не пустят. А если содействуешь с министерством, то министерство как раз помогает тебе всеми силами. То есть, это и связи с предприятиями, с теми же самыми. Одно дело, когда звонят от министерства и говорят, давайте проведем конкурс. Уже и по-другому смотрят. Ресурсы совершенно иные для реализации таких проектов. И масштаб такого проекта будет абсолютно иной. Поэтому, конечно, без молодежного правительства многие идеи обречены. Не дошли бы. Не дошли бы, да. Не воплотились. Сергей, от вас хочется услышать личное мнение о том, как вы провели время в молодежном правительстве. Был такой совместный проект, как раз у нас с Анастасией. Мы вместе проводили областной этап конкурса «Лучший молодежный работник в сфере ЖКХ и строительства». Это и первый, и второй, то есть в 2013-2014 годах. И вот пока мы его проводили, то есть написали положение, подбирали жюри, мы взаимодействовали и с Министерством энергетики ЖКХ, и с Министерством строительства, и с Министерством образования, и с Департаментом по делам молодежи. То есть вот какой широкий круг взаимодействия. Также очень ярким таким проектом был конкурс «Самарская энергетика», который я координировал, но организатором которого являлось Министерство энергетики ЖКХ и также все ведущие энергетические компании Самарской области. Это был фотоконкурс, в котором приняло участие более 200 работ, и на вручении, когда уже награждали победителей, присутствовали руководители энергетической компании и сам министр энергетики ЖКХ Сергей Александрович Кранев. То есть это показывает то, насколько высок уровень реализуемых молодежным правительством проектов, и то, какие огромные есть возможности у людей инициативных, которые хотят попробовать что-то нового и сделать что-то во благо. Поэтому если нас смотрят молодые, активные, инициативные, с интересными, мудрыми идеями, то милости просим, я так понимаю, подавать свои заявления на конкурс. Письменная работа, давайте еще немного. Я хотел бы как раз подробнее рассказать о самых ключевых моментах. Наверное, даже обращаюсь к нашим телезрителям. Первое, давайте запомним определенные контакты, по которым вам в режиме онлайн в течение нескольких часов вы получите ответ, не дожидаясь какого-то. Это наша официальная электронная почта, молправ63собака.gmail.com. Это наша официальная группа в социальной сети ВКонтакте, это vk.com.слэш молправ63. Также консультации оказываются по телефону Самарского дома молодежи 341-4517. Туда можно позвонить, если есть какие-то конкретные вопросы по заполнению документов, и вам окажут всю необходимую помощь. Соответственно, документы, как я уже сказал, необходимо в электронном виде направлять на почту указанную, в печатном виде приносить в Самарский дом молодежи, это Самара, проспект Ленина, дом 3, с 9 до 18 часов в период с сегодняшнего дня до 2 марта включительно. Что касается документов и на что стоит обратить внимание. Когда вы будете готовить портфолио и собирать ваши грамоты, дипломы, благодарности, рекомендательные письма, обратите внимание на объем работы конкурсной комиссии. Не всегда много грамот, значит, хорошо себя зарекомендовать. Из опыта работы не стоит прикладывать грамоты за успешное окончание начальной школы, за кройку и шитье в детском саду. Только по факту, только по делу. Да, и за какие-то такие вещи, грамоты необходимы, дипломы необходимы за последние 2-3 года вашей жизни, дипломы необходимы именно, характеризующие вас как общественного молодежного лидера, человека, который способен решать определенные молодежные проблемы. Это вот первый нюанс. У нас осталось прям минуты до эфира, поэтому самое важное. И второй нюанс, что касается работы письменной, это очень важно. Пишите реальный проект, который вы сами сможете реализовать при помощи молодежного правительства и правительства Самарской области. Не пишите проект, что есть проблема моста через Волгу, его надо перекинуть прямо завтра и прямо напротив набережной. Это нереалистичный проект, он не будет показывать, даже если вы действительно больную проблему обозначите вас как грамотного молодого человека. Пишите те идеи, которые реализуемы, реалистичны, да, не вами, а одним, иначе зачем вы пошли в молодежное правительство, а в целом молодежное правительство при помощи органов исполнительной власти. Это очень важно. Я думаю, вас услышали, Сергей, я думаю, что все встречи, все какие-то контакты и тезисные важные материалы расположены в группе ВКонтакте, поэтому ищите, смотрите, будьте активны, и, быть может, когда-нибудь вы будете у нас сидеть в универсальном формате и расскажете о своем реализованном проекте. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин